Уважаемые комлеги, добро пожаловать на следующую часть нашего семинара. И на этом семинаре мы с вами рассмотрим то, что мы теперь можем сделать с нашими очищенными, готовыми к днову сборки прочтениями. Мы поговорим с вами о различных программах для сборки, о особенностях этих программ, о том, как они собирают, какие есть проблемы, какие программы выбрать. Мы поговорим об очистке от контаминации после сборки. Мы поговорим о необходимости контроля качества сборки. И здесь есть сразу же несколько вещей, которые нас могут интересовать. Во-первых, это полнота транскриптома. А во-вторых, нас может интересовать еще и то, насколько хорошо этот транскриптом отражает, собственно говоря, наш объект. И здесь мы будем с вами использовать два подхода. Это подход, когда мы сможем виртуально уменьшить количество прочтений и посмотреть, сколько при этом собирается полноразмерных транскриптов. И за счет этого для днову сборки, для объекта, для которого нет еще хорошей сборки генома, все равно оценить, насколько подходит такое количество чтений. Ну и будем использовать еще подход с поиском оценки наличия генов, кодирующих достаточно консервативные, с одной стороны, белки, с другой стороны, находящиеся всего в одной копии. То есть, если мы такие гены находим, все, которые должны быть для данной группы, скажем, организмов, то мы можем говорить о том, что наша сборка более-менее хорошо отражает транскриптом для этого объекта. Ну и последнее, что мы можем еще оценить, это программка TransRate. На самом деле, в нескольких программах это можно сделать. Это мы можем посмотреть, насколько хорошо наши сырые исходные прочтения подтверждают полученную нами сборку. Ну и давайте начнем с того, что вернемся к теме, которую мы уже обсуждали на одной из предыдущих лекций, а именно, каким способом сборки нам лучше всего воспользоваться. Ведь у нас есть возможность использовать референсный геном, если у нас хорошо оттекает организм. У нас есть возможность собирать на референсный транскриптом, если он есть. Для большинства объектов, в принципе, есть какие-то уже более-менее готовые транскриптомы. Мы можем делать действительно до нового сборку. И еще есть подход, когда для, скажем так, вспоможения сборки используется протеом близкого вида. И, конечно, однозначного вопроса на это дать нельзя. Есть несколько статей, которые разбирают достоинства и недостатки. Но давайте посмотрим, когда пытались сделать такую сборку для одного вида. И ее делали несколькими способами. Во-первых, делали до нового сборку. Во-вторых, делали сборку на референсный транскриптом. Делали сборку с использованием протеома близкого вида. И делали сборку с использованием уже хорошо размеченного генома. И, как видно из данной диаграммы Вена, что, в принципе, использование до нового сборки, оно достаточно хорошо отражает весь наш транскриптом. Почему? Дело в том, что если мы будем основываться на геноме и получим вот эти дополнительные почти тысячу транскриптов, это не обязательно действительно существующие транскрипты. Это могут быть псевдогены, это могут быть ошибки в том, как этот геном был размечен и так далее. То есть, в принципе, здесь можно поспорить, насколько вот эти тысячи транскриптов дополнительных может иметь значение. С другой стороны, если мы будем использовать протеома близкого вида, как видите, практически мы ничего не выигрываем. Потому что, в принципе, здесь всего разница в 5 транскриптов. Если мы будем использовать референсный транскриптом, то посмотрите, в принципе, от нашего до нового подхода мы тоже не очень много выигрываем. Не так много всего от 2 прочтения, в принципе. Отсюда вопрос, что же лучше использовать, если нам, скажем, доступны все варианты. И когда, какой подход будет наиболее подходящим. Опять же, возвращаясь к уже слайду, который был на предыдущих наших семинарах. Давайте попробуем просуммировать эту информацию. Ну, во-первых, понятно, что до нового сборка, конечно же, не зависит от референсного. И поэтому, возможно, поиск каких-то новых изоформ, чего-то, что не было размечено и так далее. Но до нового сборка гораздо менее чувствительна. Если у нас плохие прочтения, если у нас очень короткие, если у нас, например, есть большая степень гетерозиготности и так далее, то, конечно, до нового сборка может быть не очень удобным способом. То есть, менее чувствительна это, во-первых. А во-вторых, так как мы ее делаем до нового, то каждый транскрипт нам нужно аннотировать отдельно. Потому что, если бы мы, скажем, использовали для сборки референсный геном и увидели, что у нас на какой-то ген накладываются наши прочтения, то, в принципе, для нас эта работа уже сделана. Он уже отаннотирован. В случае же до нового сборки понятно, что вот такая аннотация – это необходимый этап, который мы также будем рассматривать. Хорошо. Следующее, что мы можем сделать – это сборка на референсный транскриптом. Какие плюсы у этого подхода? Ну, во-первых, для этого референсный транскриптом должен существовать. И это позволяет нам сделать эту сборку сильно быстрее, чем до нового. Кроме этого, мы можем использовать для такой сборки, скажем так, не очень высокого качества секвенсы. Короткие, с, скажем так, некоторым количеством дополнительных ошибок и так далее. То есть, в принципе, этот способ позволит нам при не очень хорошем исходном материале получить достаточно хорошую уже собранную транскриптом. Но, конечно же, есть минусы. Во-первых, это зависимость от качества референса, насколько он хорошо сделан, насколько он хорошо аннотирован. И, естественно, он может пропустить те варианты, которые в этой аннотации отсутствуют. Альтернативные сплайс-варианты, какие-то транскрипты, которые не были указаны в этом референном транскриптоме и так далее. Таким образом, если у нас есть короткие плохие прочтения, и у нас есть референсный транскриптом, тогда, конечно, можно использовать сборку на референсный транскриптом. Сборка на референсный геном. Здесь, на самом деле, опять же, самый большой минус – необходимость такого референсного генома. И этот подход гораздо более чувствительный при низком покрытии, естественно. Но, опять же, все зависит от того, насколько хорошо аннотировано. В итоге, если у вас есть референсный геном, хорошо аннотированный, используйте этот подход. Если есть транскриптом, и у вас плохие прочтения, то можно его использовать в том случае, если транскриптом действительно хорошо аннотирован, и вы не ожидаете встретить там большого количества каких-то альтернативных сплайс-вариантов или тех транскриптов, которые в этом транскриптоме референсном отсутствуют. Ну и до нового сборка, конечно, несмотря на меньшую чувствительность, несмотря на большее количество, скажем так, транскриптов, собранных, с которыми придется отдельно разбираться, конечно же, тоже имеет свои плюсы. Программ для сборки до нового достаточно большое количество. Это не полный, не исчерпывающий список. Естественно, каждый год появляются новые, выходят новые версии старых программ и так далее. И, конечно, имея такое большое разнообразие, ну, нужно как-то сориентироваться, какие именно из программ для сборки лучше выбирать, чем они отличаются. И, в принципе, классифицировать их можно сразу же по тому, каким образом они эту сборку осуществляют. Если кто-то уже пользовался секвенированием по Сангеру, получал длинные последовательности, то наверняка объединяли последовательность, полученную с прямого и обратного праймера, в консенсус. И такой подход, OCL-подход так называемый, использует один из достаточно старых, хорошо зарекомендовавших себя сборщиков мира. Но дело в том, что для такого сборщика есть несколько проблем. Первая проблема. При увеличении количества прочтений, которое вы хотите использовать, резко растет количество операций, которые этот сборщик должен осуществить. То есть время очень сильно увеличивается. И, конечно, когда у вас много прочтений, ну, скажем так, такой подход просто может по времени быть уже не реализуем. Конечно же, вот этот сборщик мира использует различные ухищрения, чтобы некоторые из возможных проблем брать и уменьшить это количество времени, требующееся для сборки. Но все равно есть вот такая особенность. Наибольшее распространение получили сборщики, используемые так называемые графы Дебрюина. И здесь, опять же, их можно разделить на несколько вариантов, каким образом справляются возможные ошибки. То есть, каким образом эти графы делаются линейными, каким образом из них мы сможем получить с вами действительно уже наши транскрипты. Ну и есть гибридный подход, когда какая-то часть сборки осуществляется подходом, когда просто находится пересечение между вашими прочтениями, накладываются друг на друга и строится какая-то часть, которая легко так собирается. Ну, а дальше используется подход с графами Дебрюина. И единственный известный мне сейчас такой представитель это сборщик Тра-реку. Ну и давайте еще раз более подробно посмотрим на то, чем эти два подхода отличаются. Подход Overlap Consensus Layout заключается в том, что ищутся общие кусочки, которые можно наложить друг на друга. И за счет этого получается последовательность. Ну и, соответственно, та часть, которая здесь согласуется, вот этот консенсус, он в дальнейшем используется уже как вот такой готовый транскрипт. Естественно, если мы соберем такие консенсусы, их будет много, то, в принципе, мы можем получить достаточно хорошее представление транскриптома. Есть, правда, и проблема. Если у нас есть какие-то участки повторяющиеся, очень похожие, то у нас может собраться наш транскрипт с разными ошибками. С другой стороны, вот этот подход, он, конечно, не так сильно чувствителен и не так сильно портится какими-то небольшими ошибками, например, заменой какой-то одной буквы и так далее, потому что, в принципе, дается на это пересечение, на этот Overlap, некоторое количество ошибок. Но, как я уже говорил, несмотря на всю простоту такого подхода, с ростом количества прочтений, особенно коротких прочтений, очень сильно растет необходимость в учительных ресурсах, в памяти и в времени процессора, для того, чтобы можно было такую сборку осуществить за какое-то разумное время. Другой подход. Это так называемые графы Дебрюина. Ну, с графами вы встречались все неоднократно в жизни. Например, схема нашего питерского метро в принципе тоже может быть расценена как такой граф. Последовательность каких-то операций, метаболические цепи и так далее. Каким образом мы можем представить нашу последовательность в виде графа? Давайте мы нашу последовательность, какие-то наши прочтения, разобьем еще на более короткие такие виртуальные прочтения. Например, есть вот такая последовательность. И мы ее разобьем на небольшие участки, пускай они у нас будут по, например, 7 букв. И каждый раз мы будем на одну букву сдвигаться. Таким образом мы получим целый набор вот таких вот маленьких последовательность, виртуальных таких прочтений более коротких. И так как они друг за другом следуют, мы их можем выставить с вами в такой вот как раз граф. И в принципе в идеальном случае, если этот граф у нас получается линейный, то просто прочтя его так друг за другом по направлению, мы опять получим наше прочтение. Если у нас будет теперь какое-то прочтение второе, у которого кусочек будет перекрываться, например, вот отсюда и дальше, то понятно, что этот граф можно просто нарастить, он будет более длинный. И опять же, если он будет линейный, мы его прочтем уже в собранный транскрипт. Казалось бы, некое усложнение, но на самом деле при таком подходе резко сокращается количество ресурсов, необходимое для создания вот этих транскриптов из коротких прочтений. Все, казалось бы, замечательно, но есть и некоторые проблемы. Предположим, что так же, как в случае с подходом RLAB Consensus Layout, у нас есть какой-то один пример, вот этот вот участок, который мы разбили, который одинаков для нескольких транскриптов. И возникает ситуация перекрестка, когда у нас, например, есть два транскрипта, и мы знаем точно, что один из них идет вот так, мы должны было прочесть, второй идет вот так, но вопрос, как программе быть в этом случае. Как из вот такого графа сделать наше прочтение? Ведь в программе есть несколько вариантов. Она может сделать это вот так, она может сделать это так, так или так. И, собственно говоря, то, каким образом решаются такие проблемы, кроме перекрестков, есть еще кустики, типсы, есть еще пузыри, bubbles, и, в принципе, с образованием таких проблем каждая программа должна как-то разбираться. Собственно говоря, этим и различаются те многочисленные программы, которые мы с вами видели на предыдущем слайде. Каким образом они это решают? Что нужно сразу же отметить? Если у нас в предыдущем подходе одна из букв оказывалась не та, согласитесь, это не сильно влияло, потому что мы могли сказать, что мы хотим это перекрытие считать действительным, если у нас совпадает, например, 90-95% наших паз. То есть здесь, если одна буква оказывается другой, то посмотрите, сколько новых камеров для вот этого графа у нас с вами появляется. Если у нас длина камерам была 7, то, собственно говоря, 7 новых камеров мы получили. То есть графы Дебрюна, несмотря на то, что они сильно ускоряют процесс сборки, очень чувствительны к таким ошибкам. По сути дела, каждая ошибка в одну букву дает вам значительное увеличение вот этих вот камеров, которые необходимо дальше использовать для сборки. Ну и еще один минус, конечно, графа Дебрюна. Посмотрите, мы с вами искусственно сократили длину наших прочтений. Так как бы уменьшили. Конечно, мы их собрали в вот такую последовательность, но тем не менее, если мы захотим с вами хорошо собрать наш транскриптон, нам придется придумать какой-то выход, чтобы все-таки вернуть ту информацию, которую мы потеряли при преобразовании нашей длинной последовательности в набор вот таких вот камеров. Опять же, разные программы для сборки по-разному выходят из этого положения, и мы с вами посмотрим, как они делают. Каким образом выбирать такие программы? Собственно говоря, чем они различаются? Ну, такое предвзятое мнение, во-первых, есть программы активно поддерживаемые, которые постоянно обновляются, с которыми что-то делают, и программы заброшенные. Конечно, наверное, не стоит брать программы заброшенные. Второе, ну, если есть несколько программ кандидатов, можно посмотреть, насколько хорошо они собирают именно ваш набор данных. Потому что может оказаться, что для разных объектов, для разного количества прочтений, разные программы для сборки окажутся лучше. Ну, можно использовать данные литературы. здесь, правда, есть одна неприятность. Программы эти быстро достаточно устаревают, и нужно обращать внимание на версии программ обеспечения, которая там указана. И вполне возможно, что версия годичной давности была не очень хорошая, а сейчас уже более-менее приличная. Ну, предвзятое мнение на данный момент, если смотреть по именно нашим данным, по дновой сборке для транскриптом РЖ, то я бы взял три программки, это RNA Spades версии 3.14.1, это программка Trinity версия 2.9.1, и это программка TransLeak версии 1.3. Что нам нужно здесь обсудить? Ну, во-первых, как вы видите, все эти программки это программы, которые используют графы Дебрюна. Как я уже говорил, консенсус, конечно, хорош, но, к сожалению, очень сильно увеличивает время сборки. Проблема с консенсусом понятна, проблема с графами, если у вас есть достаточно большое количество ошибок, конечно, и время сборки сильно увеличится, и качество сборки будет для сборщиков использующих граф сильно падать. Поэтому здесь необходима хорошая предварительная обработка ваших результатов, устранение ошибок, насколько это возможно. сильно может улучшить вам эту ситуацию, если у вас будут исходные данные с сохранением информации о том, с какой цепи у вас этот секвенс был получен, и если у вас это прочтение парное. Кроме этого, понятно, что если вы собираетесь секвенировать какой-то организм, который еще не имеет референсного генома, в идеале было бы взять вообще гаплоидную жизненную стадию, если она у вас есть. И если ее нету, то хотя бы тогда брать линейный организм, то есть какую-то линию, и так, чтобы разнообразие было у него минимально. Понятно, что здесь необходимо удалять адаптеры участки низкой сложности, поля и так далее, то, что мы делали на предыдущем занятии. Тоже понятно, почему. Потому что это участки, которые могут оказаться одинаковыми для нескольких транскриптов. И если мы их не уберем, то, собственно говоря, при сборке наша программа может объединить их в какой-то один большой транскрипт, который, конечно же, на самом деле не существует. Точно так же понятно, почему важно очистить, насколько это возможно, от прочтения из других видов, если он связан с контоминацией каким-то другим видом. Ну и тоже такое замечание. Сейчас становится популярны секвенаторы, которые сейчас уже говорится, поколение 4 или 5. Это BugBio, Nanopora. Но здесь нужно обратить внимание, что использовать прочтение с таких платформ напрямую для сборки нашего транскриптома с использованием графа Дебрюна, у нас будет разбита наша последовательность на короткие вот эти вот камеры, и каждая ошибка нам увеличит количество этих камеров. Поэтому для некоторых программ сборки есть возможность указать такие прочтения от BugBio или Nanopora, и эта программа будет использовать их не на стадии создания камеров, а как некий псевдореференс, для того, чтобы, ориентируясь на них, уже выбирать, каким образом леонизировать вот эти наши графы для того, чтобы получить прочтение, либо как постреференс, когда уже после сборки проверяется, насколько данный собранный транскрипт подходит или не подходит, подтверждается или не подтверждается другими данными. И почему может быть, может иметь смысл посмотреть несколько программ для сборки. В данном случае представлены найденные транскрипты для различных ферментов в пути биосинтеза флавоноидов. Здесь было использовано три программы для сборки, о которых я говорил. Это программка Transleague, это программка Trinity и это RNA Spades. И если мы посмотрим, у нас есть некоторые ферменты, которые найдены были только программкой RNA Spades, они достаточно большого размера, то есть в принципе с очень хорошей достоверностью именно на такой же фермент они совпадают с его последовательностью. Какие-то есть места, где у нас например как раз таки Transleague ничего не нашел или ничего не нашел Spades или ничего не нашел Trinity и так далее. То есть как видите в зависимости от того какой программы мы собирали результаты могут немножко различаться. Особенно то что касается мало представленных небольших прочтений. Небольших соответственно таких-таких транскриптов. таким образом в принципе конечно в идеале сделать несколько сборок посмотреть какая из них лучше именно для вашего материала для вашей задачи но иметь ввиду что нет идеального сборщика. Какие проблемы еще могут быть при сборке нового с использованием графов Дебрюна? Ну на самом деле одну проблему мы с вами уже рассмотрели это так называемые перекрестки когда у нас какой-то камер разделяют между собой несколько прочтений таким образом образуется вот такой перекресток и возникает вопрос как программе его проходить. Проходить оно может за счет например количества прочтений которые подтверждают то или иной выбор за счет каких-то других уже евристических подходов вероятностных за счет парных концов если они у нас есть и в принципе здесь понятно можно решить такую проблему. Следующее что может быть не очень хорошим в идеале для того чтобы мы могли с вами получить транскрипт нам нужно представить наш граф в виде такой линейной структуры. Но предположим что у нас есть вот такое образование когда у нас возникает такой замкнутый пузырь у нас дошло до этого камера а дальше он идет точно так же и сюда и возникает вопрос во-первых что делать с этим пузырем во-вторых если его оставлять и ничего с ним особо не делать сколько раз повторять вот этот вот переход опять же разные программы для сборки решают это немножко по-разному либо за счет количества прочтений покрытия либо за счет каких-то подтверждающих моментов но в принципе вот такой пузырь может приводить к ложным транскриптам которых на самом деле в нашем образце нет ну и последняя проблема это так называемые кончики когда у нас есть вот такой вот отдельный камер на котором все заканчивается да но действительно ли мы должны реализовать его вот таким образом либо это что-то случайное и мы должны пройти как-то например вот так чтобы получить наш транскрипт поэтому понятно что программ будет много которые будут по-разному решать каждый из этих конфликтных случаев как его проходить ну и еще один интересный момент это то почему большинство программ если не у подавляющего большинства размер вот этого вот камера то есть того кусочка на который мы разбиваем нечетный один момент который мы упустили что у нас в принципе если мы не знаем не сохранили формацию на первой цепи у нас будет и прямая цепь и комплимент к ней и если у нас камер будет из четного количества например 6 мы возьмем может оказаться так что прямая и обратный комплимент к нашему нашей последовательности будут совпадать и тогда получится что мы сами образуем вот такой вот пузырь почему у нас есть такой камер но посмотрите он сам на себя дальше опять читается поэтому в большинстве случаев размер у вас будет сделан нечетный ну кстати еще один подход который используют также многие программы как раз таки игра с размером этих камеров в некоторых случаях такой пузырь будет образовываться только при обленном размере если размер будет больше или меньше он может не образовываться и программа может пытаться сделать сборку вашего транскриптома из исходных прочтений с разным размером вот этого вот самого камера давайте посмотрим как использовать три наиболее на мой взгляд хорошо работающих программки первая это будет rna spades для нее есть такой скрипт в ее поставки на питоне который упрощает представление параметров соответственно здесь можно указать сколько вы памяти отводите на сборку количество ядер или потоков которые вы даете и если у вас много различных сырых прочтений которые вы хотите объединить то имеет смысл указывать их не в командной строке а отдельно а создать специальный вот такой файл dataset.eiml который мы сейчас разберем в котором указать всю информацию о ваших сырых прочтений ну и последний ключик здесь это выходная директория куда вы хотите вашу сборку и все временные данные которые будут при ее осуществлении получаться положить а файл который мы создадим это вот dataset.eiml будет описывать сырые прочтения и здесь можно указать сразу же ориентацию для парноконцевых то что это парные концы и дальше указать правое и левое прочтение для первого образца вот у нас правое вот у нас левое прочтение для второго образца вот у нас правое вот у нас левое как видите формат файла в принципе более-менее интуитивно понятен здесь нету каких-то особых сложностей если что этот формат также хорошо документирован в описании к этой программе вы можете добавить запятую добавить следующее прочтение следующее прочтение и так далее обратите внимание для того чтобы дальше сравнивать несколько например линий мы сделали такую интересную вещь как объединили с вами прочтение от разных условий или разных линий или разных экспериментов для одного и того же объекта вместе почему потому что дальше нам придется наши транскрипты описывать и понятно что нам будет очень сложно сравнивать если у нас сборщик для одной линии соберет транскрипт по одному для другой линии с немножечко другими ошибками или по другому и так далее проблема аннотации будет весьма сложной здесь же если мы сделаем с вами одну некую универсальную сборку понятно что объект исследования с вами не меняется он один и тот же остается то дальше у нас будут транскрипты которые в большинстве своем будут и в одной и в другой линии или условия повторяться и очень небольшое количество транскриптов у нас будет которые будут различаться которые будут только в одной линии находиться или только в другой линии но с другой стороны обратите внимание вот эти все транскрипты у нас будут описаны сразу же и если нас будет интересовать например именно их количество то мы их можем сравнить между линиями достаточно легко поэтому такой подход, это объединение сырых прочтений и создание такого мастер транскриптома, с которым вы дальше работаете, его аннотируете и дальше уже смотрите какое количество этих транскриптов вашими исходными прочтениями будет подтверждаться. Следующая программка для сборки это Trinity и опять же есть возможность указать у нее прямо в командной строчке все ваши сырые прочтения, но представьте если у вас не два образца или не два условия, в которых вы сравните, а 20 или 30 это будет несколько сложно поэтому я рекомендую для этой программы также создать некий файл описывающий ваши сырые прочтения для дальнейшей работы нижняя командная строчка собственно говоря, путь к программке Trinity дальше количество памяти, которое мы отдаем, количество процессоров на которой мы хотим, чтобы она работала минимальное количество камер в котором должно быть подтверждено наличие данного камера чтобы из него дальше использовать в работе ну и собственно говоря то, что у нас парноконцевые прочтения и их ориентация так как мы здесь не задаем напрямую сырые прочтения мы их можем задать через вот такой вот sample файл с очень простой структурой это файл, разделенный табуляциями или пробелами где вы в первой колонке указываете какой это у вас образец опять же, можно давать какие-то осмысленные названия в вашем образцу, а не 0.1, 0.2, 0.3 дальше, если вы для каждого образца сравниваете например, какие-то условия там температура или какое-то воздействие вы можете здесь во второй строчке указать, соответственно, набор условий опять же, не обязательно condition 1, condition 2 это может быть что-то описанное ну и здесь левые и правые сырые риды причем они могут у вас сдаваться как в формате fast.co, так и сжатые например, к zip занимать меньше места можно в принципе указать и таким образом и понятно, что в этот файл вы можете очень много сырых прочтений указать для того, чтобы можно было эту сборку осуществить ну и последняя программка это транслик она, к сожалению, не очень популярна но, как вы дальше увидите она собирается с достаточно неплохим качеством опять же, нам нужно указать что у нас с вами с сохранением цепи то у нас парноконцевые прочтения ну и дальше мы указываем через запятую левое прочтение правое прочтение говорим о том, каким образом у нас ориентированы концы с каким размером камеры мы хотим все это собирать параметр, который позволяет немножечко построить алгоритм этой программы это длина вставки между прочтениями так у нас прочтения парноконцевые то у нас читается, например пускай будет где-нибудь 100 с одной стороны 100 букв с другой стороны но серединки нету и вот это вот размер 131 это размер, который мы предполагаем вот этой вот вставочке когда делается в библиотеке средний размер вашего материала вы можете посмотреть ну и соответственно в данном случае если средний размер у нас будет где-то в районе 331 да, здесь 100 нуклеотидов здесь 100 нуклеотидов получается тогда что 131 это средний размер вот этой вставки между нашими парноконцевыми прочтениями ну и соответственно их сюда можно добавить чтобы программе было проще разобраться ну и куда ей складывать временные данные и получившуюся сборку какие ошибки у нас могут быть в нашем транскриптоме мы с вами рассмотрели почему они могут взяться да, что у нас программа должна получившийся граф превратить в некие линейные графы которые она будет дальше использовать чтобы получить уже наши транскрипты и здесь возможны ошибки ну во-первых наша программа может объединить несколько очень близких генов особенно для растений это характерно которые имеют несколько копий практически одинакового гена которые скажем в разных частях растения уже используются и наша программа может реальных три импергена объединить в один как можно с этой ситуацией разобраться у нас при наложении на получившийся наш транскрипт наших исходных прочтений будет достаточно большое количество несовпадений вот как здесь видно видите достаточно большое количество несовпадающих букв это в принципе характеристика того что скорее всего у нас произошло как раз объединение нескольких близких генов в один транскрипт следующая проблема которая может быть это когда несколько генов имеют например перекрывающийся участок и программка при их сборке может собрать их опять же в один транскрипт но если здесь была у нас до этого некая семья очень похожих генов то здесь в принципе они могут быть достаточно различными как эта ситуация будет выглядеть если вы будете потом на ваш транскрипт накладывать исходное прочтение то вы увидите что для одного из них например достаточно большое количество прочтений накладывается потом где-то в середине становится гораздо меньше ну и вполне вероятно это как раз граница вот такого вот химерного транскрипта ну к сожалению это не обязательно проблема сборки была одна статья где было показано что в некоторых случаях могут образовываться такие химерные молекулы еще до секвенирования то есть в принципе это может быть проблема даже не нашей программы для сборки она как раз из исходных данных все сделала проще а про подготовки но тем не менее понятная ситуация не очень хорошая не очень удобная следующее что может быть опять же разбирая например пузырь программа может из нашего исходного гена из нашего исходного опять же транскрипта добавить ему какой-то участок в середину которого на самом деле нет каким образом это можно понять это можно понять только в случае если у нас есть парно-концевые прочтения и тогда у нас получается что этот участок не будет подтвержден ни одним из парно-концевых прочтений да будет мостик через этот участок но ни одного прочтения ровно на него приходящегося у нас не будет следующее у нас может не до конца собраться наш транскрипт и тогда опять же в случае парно-концевых прочтений мы увидим что у нас часть этих прочтений накладывается на наш транскрипт, а часть вот такая вот висящая, которая дальше никуда у нас не приложилась. Фрагментация транскрипта. Когда у нас вместо одного нашего транскрипта собирается целая кучка маленьких транскриптов. Ну и опять же подтверждением этого может служить наличие мостиков, когда у нас есть действительно хорошие участки, подтвержденные прочтениями целиковыми, и есть мостики между ними, которые у нас ничем не заполнены. Покрытие, например, маленькое, у нас ничего там не оказалось. В некоторых случаях, если у нас есть последовательности, которые в случае, если мы их перевернем, будут похожи на последовательность, которая встречается где-то еще в нашем транскрипте, может локально неправильно собраться такой транскрипт, и тогда вместо того, чтобы собраться вот так вот в одной части, у нас он соберется в разном направлении. Опять же подтверждение здесь очень простое. Если у нас парно-концевые прочтения, у нас будет неправильная ориентация этих прочтений. То есть, как видите, сохранение цепочки информации о цепи и наличие парно-концевых прочтений позволяют нам диагностировать очень большое количество таких ошибок. Ну и последняя ошибка, которая, к сожалению, этим диагностирована нормально быть не может, это слишком большое количество получившихся транскриптов. Например, у нас есть только один реальный транскрипт. Получается некоторое количество, пускай некоторые, может быть, даже полноразмерные, некоторые более короткие. Как это посмотреть? В идеале может оказаться так, что большинство наших чтений придется на какой-то один самый длинный, и он не противоречив. Тогда, скорее всего, он, в принципе, наиболее правильный. Но не всегда это можно так хорошо диагностировать. Поэтому после того, как мы сделали с вами сборку, нам нужно оценить ее качество, в том числе и на наличие таких ошибок, и на то, насколько этих ошибок у нас в этой сборке много или мало. Что с этим дальше можно делать? Таким образом, подведя итог, на самом деле ни один из сборщиков не является абсолютно лидирующим по всем показателям. И здесь вот хорошая цитата из статьи, ее можно посмотреть более подробно. Поэтому нам нужно для наших программ, если мы выбрали несколько программ, которые мы будем сравнивать, выбрать какие-то показатели, которые мы будем использовать для сравнения. И первое, нас может интересовать покрытие. Насколько данное количество прочтений достаточно для оценки транскриптома? Насколько полно покрывается наш транскриптом для нашего состояния, нашего, скажем, объекта? И здесь может быть несколько подходов. Ну, во-первых, это поиск количества полноразмерных генов. Несмотря на то, что у нас сборка денова, если мы, например, наши транскрипты переведем уже в белки, то, как минимум, синонимичные замены для нас не будут иметь особого значения. Если у нас есть еще какой-то близкий вид, например, для нашей ржи это гелопсис, это третий ка, ну, различные злайки, которые, в принципе, достаточно близки, мы могли бы сделать теперь поиск в базе и посмотреть, сколько транскриптов полностью кодируют близкие белки. Второе, что можно сделать. Понятно, что у разных групп животных и растений есть какие-то группы генов, которые являются консервативными. То есть для всей этой группы они должны быть в том или ином виде представлены. Ну и, к тому же, не очень сильно меняющиеся по последовательности. И более того, гены, которые представлены в одной единственной копии в идеале. Есть программка BASCO, которая как раз позволяет проводить такого рода сравнения на основе вот таких вот однокопийных артологов. Следующее, что можно посмотреть, предположим, у нас нету близкого совсем вида. БАСКО, конечно, можно использовать, но нам нужно еще что-то. Тогда мы можем посмотреть изменение количества полноразмерных генов при изменении количества прочтений. Мы можем, например, взять, пускай у нас будет 120 миллионов прочтений, сделать из него наборы, где только 10% от прочтений входит 20, 30 и так далее, собрать их нашей программой и попробовать поискать белки, которые будут очень похожи, то есть последовательности наших транскриптов, которые могли бы данные белки кодировать. И посмотреть на размеры этих транскриптов полностью, ли они кодируют такие белки или нет. И понятно, что если у нас терраскриптом собран хорошо, если количества прочтений у нас достаточно, то увеличение количества таких прочтений в сборке нам не даст увеличение количества полноразмерных генов, полноразмерных возможных белков. И таким образом мы можем оценить, что, скажем, такого количества прочтений достаточно для сборки нашего транскриптового. Есть, конечно, еще куча формальных показателей. Количество баз, количество транскриптов и так далее. Но формальные показатели, к сожалению, для сравнения не очень хороши. Потому что всегда можно подобрать такие параметры сборки, которые позволят эти формальные показатели сильно улучшить. Теперь нам нужно количество транскриптов. Тогда можно указать такие параметры сборки, которые дадут очень большое количество транскриптов, пускай даже и ложных. Если нас будет интересовать распиление размеров, можно взять какой-нибудь сборщик, который пытается собирать именно длинные транскрипты, не давая, в общем-то, возможность проходить коротким и так далее. Поэтому формальные показатели, я думаю, что для оценки использовать, наверное, не очень стоит. Это то, что касалось покрытия. Второе, что нам интересно было бы оценить, это отсутствие ошибок в нашей сборке. Если у нас есть некий референс, понятно, все просто сравнение с этим референсом. Кроме того, так как мы будем использовать программу BASCO, мы можем посмотреть уровень дупликации. Так как она использует однокопийные артологи, то если она будет находить несколько транскриптов, которые на такой артолог, в принципе, похожи, то это говорит о том, что количество дупликаций у нас достаточно большое. И помните, у нас одна из ошибок была, как раз когда у нас один исходный реальный транскрипт, программа собирает несколько. И это может мешать нам при дальнейшей оценке, например, количества этих транскриптов. То, что мы можем сделать даже при отсутствии каких-либо дополнительных данных. Мы можем теперь попробовать наложить исходные сырые прочтения на получившуюся сборку транскриптома и оценить, насколько хорошо наш транскриптом этими сырыми прочтениями подтверждается. Для хорошей сборки обычно как минимум 80% прочтений должны иметь свое место в этом нашем собранном транскриптоме. И из них больше 80% должны накладываться туда попарно. То есть не должны быть перевернуты, не должны быть, скажем, слишком больших разрывов, которые явно больше возможного расстояния между нашими прочтенными участками и так далее. Ну и здесь есть программка TransRate, которая, в принципе, за нас всю эту грязную работу может сделать. Кроме того, она еще может проверить при наличии, опять же, какого-то референса и насколько это похоже. Ну и третье, что нам было бы нужно, это проверка, опять же, на отсутствие контоминации и того, что нас может не интересовать. Как это можно сделать? Мы можем делать поиск по тем же самым базам НТ и так далее с подключенной токсономией и посмотреть, на какие организмы, получившиеся наши транскрипты, наиболее похожи. И если там есть значительная доля транскриптов, которые походят на организм, который, в принципе, может быть контоминатом, ну, соответственно, попытаться добавить этот организм для вычитания его из исходных прочтений, ну и, соответственно, пересборки нашего транскрипта. Давайте посмотрим, как мы можем теперь все это сделать. Ну и первое, мы вернемся с вами к уже имеющемуся у нас с прошлой лекции небольшому скрипту на питоне, который позволяет выбрать нам из всего нашего количества наших прочтений только какую-то часть. Например, 10%, там 15% и сколько-то для сравнения, насколько наше количество прочтений достаточно для того, чтобы собрать полный хороший транскрипт. Останавливаться на этом скрипте не буду, он у нас был в предыдущей лекции. Также, как не буду останавливаться на маленьком скрипте на баше, который позволяет простить получение из нашего исходного пастку файла сырыми прочтениями набора, скажем, 10, 20 и далее процентов от этих прочтений, что нам дальше понадобится для сравнения. Таким образом мы можем оценить с вами количество полноразмерных генов, о чем мы говорили. Прежде всего мы можем сделать поиск с вами просто при помощи программы BLASTX. В данном случае мы используем не BLASTN, который ищет именно нуклеотидные последовательности, а BLASTX, который преобразует наши последовательности во все рамки считывания, которые могут быть, и будет искать уже именно возможные белки. Так как у нас организм мы считаем, что не модельный, то есть для него нету пока хорошего генома, для него нету хорошей сборки, то такой подход позволит нам искать белки, как минимум избавившихся от возможных синонимичных замен, которые могли бы нам мешать при поиске нуклеотидной базы. И если есть какие-то близкие белки, в других видах, то в принципе такой подход позволит нам их с вами найти. Использовать можно как программку BLASTX, она классическая, так и можно использовать еще программку Diamond. В принципе, это тоже самое BLASTX и BLASTN, в зависимости от того, какой параметр вы ей зададите, но она, ну скажем так, где-то на порядок, наверное, быстрее работает. И поэтому для вот такого нашего быстрого оценочного поиска она будет, конечно, более удобной. В параметрах мы зададим с вами получившуюся у нас сборку. Мы зададим некую базу, по которой мы будем искать, лучше всего Uniprot, скажем, 90, или можно SwissProt взять, вот Uniprot и SwissProt как раз здесь будет. База, естественно, должна быть построен индекс для нее, количество процессоров или потоков, которые будете использовать, какое количество лучших хитов нам получить, лучших результатов, какой формат использовать. Ну вот формат 6, как раз очень удобен, приведен вот здесь результат такого формата. ниже это последовательность нашей фасти, это, соответственно, что было найдено в названии белка, насколько хорошо он накладывается, но самое главное, что есть еще размер и самой последовательности, и, соответственно, того, что у нас наложилось. И плюс то, насколько хорошо этот поиск осуществлен, так называемый E-score, E-value, чем он меньше, тем лучше, поэтому то, что здесь минус 129, в какой-то степени, ну, понятно, что этому, например, можно верить очень похоже. В случае, если мы будем использовать с вами Diamond, то здесь, в принципе, все практически то же самое. Мы указываем ему, что использовать поиск при помощи алгоритма, похожего на BlastX, мы указываем ему нашу сборку, опять же, количество процессоров, которые мы хотим использовать, базу данных, индекса ее, название файлов, в которые мы хотим все положить, формат, все тот же самый, FMT6, количество максимального результатов для каждого из наших исходных последовательностей, ну, и есть такой у него ключик, который позволяет и искать более тщательно, с большей чувствительностью. что мы потом с вами получим? Мы получим с вами вот такую табличку, которая у нас представлена внизу, и у нас есть данные, которые мы можем использовать, чтобы понять, во-первых, какое количество с хорошим счетом наших транскриптов может быть сопоставлено с какими-то последовательностями из базы, во-вторых, у нас есть длина нашего транскрипта и длина последовательности, которая была в базе, то есть то, что мы хотим использовать для оценки покрытия. Дальше в поставке программки для сборки Trinity есть очень много полезных маленьких утилиток, которые лежат в директории Util. И одна из утилит, которые мы будем использовать, это маленький скрипт на Perl, который позволяет использовать вот этот полученный нами файл с результатами формата mt6 и получить на его выходе, если мы укажем еще этому скрипту нашу сборку с фастой, если мы укажем ему еще базу данных, по которой мы искали, вот она здесь, ну и немножко переформатируем вывод, то мы получим вот такую вот табличку, представленную здесь внизу. что в этой табличке будет? Во-первых, проценты, насколько совпадает по длине с тем, что есть в базе, количество для каждого процента и количество нарастающим итогом. Например, в этой таблице можно сказать, что 100% по длине у нас совпадает 672 транскрипта, 90% по длине у нас совпадает 218, ну здесь понятно, что нарастающим итогом добавляется и так далее, и так далее. Таким образом, мы можем теперь для нескольких вариантов, когда мы действительно взяли 120 миллионов прочтений, когда мы взяли 60 миллионов прочтений, когда мы взяли например 30 миллионов прочтений и так далее, сделать сборку с этим количеством прочтений, сделать такой поиск и посмотреть, сколько у нас получилось полноразмерных транскриптов. Ну, условно полноразмерных, понятно, искали мы на это. Это все в базе. Однако, что может оказаться? Может оказаться так, что у нас есть несколько кусочков, например, транскрипт, когда собирался, был разбит реально на два транскрипта, предположим, у нас вот этого участка какой-то причины, например, нет. И мы получили с вами два транскрипта, которые относятся к одному и тому же самому гену, то есть в принципе в базе у нас все вот такое, но на два разных участка они у нас в принципе похожи. Если бы мы искали с вами, как сейчас ищем, то у нас было бы, например, 15% покрытия для первого транскрипта и скажем там 30% покрытия для второго транскрипта. Если же мы их могли бы объединить, и так как видите они не перекрываются, могли бы сказать, что на самом-то деле наш транскриптом, который мы получили, несмотря на вот эту дырку, то, что двумя транскриптами представлено, покрывает 45% этого последовательства, которая находилась в базе. И в принципе такой подход для поиска тоже можно использовать, но Ледо придется использовать две утилитки. Первый утилит, который как раз сгруппирует эти сегменты. Этой утилитке даем получившийся наш файл, точно так же указываем нашу сборку транскриптома, указываем базу, которую искали, и получаем на выходе сгруппированный уже файл, где у нас в случае, когда у нас есть адрин транскрипт, второй транскрипт, когда они на один и тот же последовательство накладываются, но, скажем, с таким расстоянием, будут уже просуммированы и вот как бы покрытие тогда у нас уже 45. И дальше мы можем использовать получившийся вот этот результат для получения точно такой же таблички, где у нас уже будут представлены данные после такого объединения. Ну, это, наверное, более подходящий способ подсчета. Что мы в итоге можем получить? Можем получить теперь график. Предположим, что здесь у нас миллионы прочтений из нашего сиквенса. Предположим, первый раз мы хотели оценить сколько нам нужно будет для того, чтобы иметь хорошую представленность. Отсеквенировали 120 миллионов прочтений. Дальше использовали скрипт, который нам сделал 10%, 20%, 30% от прочтений. Мы каждый из этих наборов сырых прочтений собрали нашей программкой для сборки. Мы поискали в базе и увидели, что для вот этого 120 миллионов у нас собралось какое-то количество 200 чем-то тысячи было полноразмерных условно говоря вот таких вот транскриптов. Но вас нает вопрос а собственно говоря полностью ли это отражает или не полностью? если посмотреть теперь на то, как меняется количество полноразмерных транскриптов, если мы возьмем вот этот наш максимальный за 100%, мы увидим что в принципе начиная от где-то 96 наверное миллионов у нас практически не меняется количество этих полноразмерных транскриптов меньше чем процент разницы. Это означает что в принципе дальше мы можем увеличивать очень сильно количество прочтений сильно удорожать наш проект но вряд ли мы много новой информации сможем здесь получить. То есть в принципе вот где-то такое количество прочтений 96 миллионов за 120 миллионов для наших условий сборки для той программы которую мы используем для нашего исходного материала скажем так достаточно чтобы представить максимально сколько у нас есть наш исходный транскрипт понятно что 12 миллионов конечно же слишком мало у нас от максимально возможного собирается где-то 70% с другой стороны если мы возьмем теперь уже 24 у нас собирается 83% если мы возьмем теперь 48 у нас собирается уже 92% ну и далее 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 то есть это такой способ когда вы не знаете на самом деле размера вашего транскриптома точного когда у вас нету референсного транскриптома референсного генома это возможность оценить примерно какое количество прочтений вам нужно для вашего образца для вашего конвера для обработки данных чтобы все-таки получить более-менее правдивую картину с первым подходом все понятно второй подход это использование программки которая ищет однокопийные артологи это программка BASC сейчас уже четвертая версия этой программы вышла и что делает эта программа понятно что все-таки у нас для всех живых существ есть некие консервативные гены которые меняются мало и более того есть гены которые еще и в одной копии всего присутствуют вот такие гены эта программка и пытается искать в нашем собранном транскриптоме то есть если представить в таком трехмерном варианте здесь у одной оси количество копий гена соответственно здесь однокопийные здесь многокопийные по другой оси представить насколько они универсально распространены здесь у единиц видов здесь у всех видов практически то вот гены которые нас для этой программки интересовать которые универсальны для всего набора который мы смотрим а наборы для этой программки есть разные например для бактерий соответственно это гены универсальны для бактерий для архей, для эукариотов. Ну, нас будет интересовать наиболее близкое, соответственно, для растений. Более того, там есть для однодольных растений еще такой набор. И, собственно говоря, в этом наборе будут как раз содержаться вот такие гены, которые можно теперь пытаться искать в нашем транскрипторе. Как программка это делает? В зависимости от того, что вы подаете на вход этой программы, это собранный геном, это уже кандидаты белков, это, соответственно, транскриптом. Программка немножко по-разному это обрабатывает, но нас будет интересовать вариант именно с деново-транскриптомом. Первое, что она будет делать, она будет использовать BlastN для того, чтобы найти похожие последовательности в нашем транскриптоме на ту базу, которую мы использовали. Ну, в данном случае для однодольных растений. Понятно, что такой поиск может дать некоторое количество, ну, скажем так, ложноположительных результатов. Поэтому дальше она будет использовать поиск при помощи скрытых марксовских моделей. Есть программка HMR, соответственно, у нее есть HMR Search. Для того, чтобы найти в найденных уже в TableauStand последовательностях необходимые, ну, скажем так, домены этого белка, которые бы выполняли эти функции. То есть, как бы подтвердить. Предположим, TableauStand нашел у нас какой-то белок, который обладает какой-то определенной активностью. То есть, у нее есть несколько доменов, которые у этого белка должны быть. И HMR Search подтверждает, что да, она нашла, например, домен, который связывается с ДНК, она нашла домен, который, скажем, переносит метильную группу и еще какой-то. И тогда, в принципе, программа может сказать, что да, действительно, эта последовательность, которая была найдена, подтверждается и по сходству нуклеотидной последовательности с этой базой, и по наличию вот этих вот венов для возможного белка, который бы из этого транскрипта могло получиться. И ставит галочку, что да, этот транскрипт она нашла. Более того, эта программа может оценить, насколько полон этот транскрипт или фрагмент его был найден, и сколько копий его, сколько вот таких вот отдельных транскриптов в наших данных было найдено. Давайте посмотрим на результаты, которые эта программа может давать. Здесь представлены полученные результаты в графическом виде. Для сборок полных 120 миллионов прочтений разными программами для сборки и 12 миллионов прочтений тоже разными программами. Красным – это те артологи, которые программка не смогла найти в наших данных. Темно-синим – полные, полноразмерные и дуплицированные, больше одной копии. Желтые – это фрагментированные, то есть не полностью найдено. И вот такая светло-синяя, голубая – это где у нас полные найдены последовательности, и всего один транскрипт такой найден в нашем собранном транскриптоме. То есть вот в идеале нам бы хотелось, чтобы у нас все наши столбцы были вот такие светло-синие. Данные графики я привел не случайно. Это возможность сравнить программы для сборки транскриптомов на двух разных условиях. Когда у вас мало прочтений и не полностью представленный транскриптом, когда вы, например, хотите просто посмотреть в общем, и когда у вас прочтений достаточно много. На что я хочу обратить внимание. Дело в том, что некоторые программы на самом деле не сильно выигрывают от увеличения количества прочтений. В то время как другие программы используют эти прочтения очень эффективно. Для сравнения здесь приведен еще референсный транскриптом. Так получилось, что недавно для RG все-таки был получен референсный геном, и можно посмотреть из него, так он аннотирован более-менее неплохо, какие в принципе возможно из этой аннотации получить транскрипты, и если бы мы их получили, что бы мы получили при поиске программки BASCO. Как видите, тоже не 100%, но достаточно много. И здесь использовались разные сборщики. Ну, во-первых, Мира, о которой мы говорили. Это представитель программ, которые используют консенсусный подход. Как видите, она в принципе выигрывает от количества прочтений, но не самая лучшая из всех программ получается. Это программки, которые наиболее успешно справляются с этим количеством прочтений. Это Spades, это Translique, это Trinity. Вот они здесь же. Trinity, Translique и Spades. Как видите, они в принципе дают наиболее хорошую картинку. Конечно, есть и другие подходы, в том числе и с использованием референсного генома. Но, тем не менее, даже если мы будем использовать подход референсного генома, как видите, Denova в принципе показывает на нашем материале, на наших прочтениях сходные результаты. Сразу же важное замечание, которое нужно сделать и обязательно сказать. Дело в том, что вот такой табель о рангах для программ, которые мы использовали, он будет отражать действительность только для данного набора данных. Если вы будете секвенировать другой организм, в других условиях, вполне вероятно, какая-то другая программа для сборки может оказаться чуть лучше или чуть хуже. Более того, для каждой программы можно указать достаточно много параметров для сборки. И опять же, это с параметрами оптимизировано именно под наш набор данных. То есть, не стоит брать ту табличку, как, скажем так, руководство к жестким действиям. Скорее, на нее можно ориентироваться. И видно, что для программок TransLeak, Trinity и Spades получаем достаточно хорошие результаты. При этом, конечно же, есть программки, которые, например, собирают хуже TransAbbis, но при этом имеют очень небольшое количество аппликаций. Или есть программки, которые могут собирать в принципе так же или лучше, но при этом иметь достаточно большое количество вот таких дуплицированных участков и так далее. То есть, здесь все зависит от того, что вы хотите получить. Ну и, соответственно, подобрать программку можно. Но, опять же, программа идеальна, которая бы все результаты получила, лидировала бы по всем по ним. Ну, в общем-то, нет. Каким образом можно эту программку BASCO, в первой и четвертой версии, запустить? Она распространяется в виде файла на Python. Есть несколько способов ее установить. Можно в контейнер, можно так, можно через Bioconda поставить. Ну, тем не менее, поставив ее, вы ее запускаете. Используя интерпретатор Python. В данном случае уже третья версия только потребуется. Вторая версия, она уже не работает. Собственно, файл, который нужно запустить. Через минус i задаете ваш транскриптом, который у вас получился. Через минус m указываете, что данные, которые вы отдали, это как раз-таки транскриптом. Потом указываете директорию, куда вы хотите получить результаты. И вот очень важный момент. Минус l – это тот набор генов, с которыми она будет сравнивать. Их можно скачать, эти наборы, уже подготовленные с сайта этой программы. И в данном случае мы использовали однодольные, ну, в данном случае не лепси, так называются, для сравнения. На выходе вы получаете вот такой вот файл, где у вас сколько всего было таких генов в базе, сколько вы нашли полных генов, из них сколько однокопийных, сколько дуплицированных, сколько было фрагментированных генов, ну, и сколько вы не смогли найти. Достаточно неплохо. Плюс вот такая строчка, это же все просуммировано. Если хотите получить такие красивые графики, то это можно сделать утилитой, которая также идет в комплексе этой программки. Вот, например, скрипт. Указывает только рабочую директорию, где будут лежать ваши файлы текстовые с результатами. Здесь вместо баска можно дать любое другое название, оно тогда в графиках будет отражаться. Итак, у нас есть уже несколько вариантов, как мы можем качество наших транскриптов оценить. Как минимум, мы посмотрели, как мы можем оценить достаточность прочтений для того, чтобы отражать полностью наш транскриптом. Ну, скажем так, не полностью, но достаточно хорошо. Мы посмотрели, как мы можем посмотреть при помощи программки ПАСКО. И теперь мы можем еще произвести при необходимости дополнительную очистку от контаминации. Ну, во-первых, мы можем с вами, например, посмотреть какие-то контаминирующие наши прочтения, дополнительные виды, которые оказались вместе с нашим материалом на секвенировании. Мы можем сделать поиск по той же самой базе, например, НТ нуклеотидной с включенной токсономией и увидеть, на какие виды наиболее хорошо наши транскрипты похожи. Ну, и, соответственно, дальше, если действительно много каких-то транскриптов есть, можно разбираться, является ли это контаминация, либо ошибкой поиска. Следующее. Можно убрать мелкие транскрипты. Понятно, если мы делали такую библиотеку, и в данном случае нас не интересовали микро-РНК, да, все, что меньше, скажем, 200 пар нуклеотидов, мы просто не брали дальше на секвенирование. Ну, и, соответственно, если у нас собранные транскрипты тоже оказались маленькие, меньше 200 пар нуклеотидов, то, скорее всего, это какие-то ошибки, это не полностью собранные. В некоторых случаях можно убрать. Хотя, понятно, что тогда можем потерять фрагменты с низким покрытием. Ну, и, опять же, при сборке могут организоваться небольшие участки поля А в самом начале, которые на предыдущих этапах фильтрации могли, в принципе, пройти, так как они были неполные. Некоторые программы для сборки в тех местах, где они не знают, какой нуклеотид должен быть, могут использовать букву Н. И, соответственно, если в транскриптах очень много, то эти транскрипты можно убрать. И могут быть области с низкой сложностью, которые, в принципе, скажем так, технические ошибки, которые тоже можно при необходимости убрать. Для этого есть программка, которая может, в принципе, нам все это сделать. Называется она SecClean. Скачать ее можно из пакета PassaPipeline. И она позволяет как раз все эти проблемы решить. Убрать транскрипты, где очень много неопределенных баз. Убрать остатки поля хвостов, если есть. Убрать технические артефакты, если есть транскрипты с очень низкой сложностью. Можно убрать концевые последовательности, если все-таки они собрались. И при необходимости можно вычесть, уже после сборки транскриптома, если хотите, какие-то последовательности, которые вам не нужны. Метахондриальные, холополастные или какие-то другие контаминирующие виды. Вычесть это можно двумя путями. Через ключ минус В вы подаете то, что будет использоваться для поиска векторов и адаптеров. Это концевые последовательности до 12 нуклеотидов, которые должны полностью совпадать. А через ключ минус С можно задать последовательности, которые будут сравниваться с вашей последовательностью целиком. И последовательности у вас будут ваши удаляться. Только совпадает как минимум 60 нуклеотидов с совпадением больше 94%. То есть здесь можно удалить какие-то близкие виды или еще что-то, что вам может помешать. Собственно говоря, зачем это удалять? Так как мы дальше будем оценивать количество транскриптов, то понятно, что вот эти контаминирующие транскрипты будут нам менять эту картину. Предположим, вы выращивали растения в двух разных условиях. Например, при большом количестве ультрафиолета, при маленьком количестве ультрафиолета. Получили два набора данных, собрали транскрипты, все замечательно. Ну и теперь вы находите какой-то транскрипт, который очень сильно отличается для первого случая, когда у вас было мало ультрафиолета, или второго, когда много. Но этот транскрипт может оказаться вообще не от вашего растения, не от ржи, а от какого-нибудь контаминирующего, например, гриба, который не очень любит ультрафиолеты, поэтому на растении, где было много ультрафиолета, не рос, а где не было, то, собственно говоря, вырос. Поэтому вот такие транскрипты будут вам, конечно же, мешать. Их желательно из рассмотрения убрать, так как они не относятся к вашему объекту интереса. Давайте посмотрим теперь, как все это можно сделать. Если вы хотите вычитать какой-то геном какого-то животного или растения, которое вас не интересует из вашей сборки, то вам, прежде всего, его нужно специальным образом подготовить. Вы можете скачать с NCBI референсный геном этого объекта. Но в референсном геноме, естественно, достаточно большое количество неопределенных нуклеотидов, которые буквой N заменены, и они будут много с чем совпадать. Если в таком виде использовать этот геном, найдется очень много ложноположительных совпадений. Поэтому то, что мы можем сделать, мы можем эти буквы N из этого референсного генома вырезать. Это первая команда, вот эта большая. Более подробно эти команды приведены в описании к программе, можно посмотреть по ссылкам. Вы получите фаста файл для этого генома, где вот такие неприемные нуклеотиды с большой продолжительностью, когда их много, убрано. Следующее. Там могут быть, кроме N, еще и другие буквы, которые оказались, потому что, скажем, программа не смогла решить, какой из двух нуклеотидов здесь может оказаться, ну и заменила на, скажем, там K или Y или еще что-то. И более того, есть какие-то участки, которые очень похожи, например. И можно использовать следующую команду, которая позволит нам избавиться от этих неприятностей. И получим в итоге мы с вами вот такой вот клиент от фаста, наш фаста файл, где все эти проблемы решены. После этого, для этого контаминанта нам нужно построить индекс при помощи команды makeblast.db. И в дальнейшем мы теперь можем задавать этот контаминант для программы SecClean для очистки с ключами минус V для векторов по краям, по концам нашего прочтения, либо минус S целиком для такой последовательности. SecClean, опять же, запускается, минус C – это количество процессоров или потоков. Наша сборка транскриптома, которую мы хотим очистить. Набор вторых или концевых участков, которые мы хотим убрать. И набор, соответственно, контаминанта, который мы хотим оттуда убрать, уже более больших, например, атехондриальная, хлоропластная и так далее. Ну и, соответственно, сюда же можно добавить и таким образом подготовленный геном. Еще один вариант и способ оценки – это попытка наложить исходные сырые прочтения на собранный нами транскриптом. Причем понятно, что здесь можно, в принципе, это делать без референса. Мы просто проверяем, насколько собранные транскрипты подтверждаются нашими исходными данными. Конечно, это можно сделать при помощи разных программ, но здесь есть такая программа, которая называется TransRate. Сайт для ее скачивания приведен здесь, которая позволяет оценить сразу же много параметров. Во-первых, она даст формальные показатели, хотя, как я уже говорил, они не очень важны для сравнения. Во-вторых, она проверит, насколько хорошо сырые прочтения на наш транскриптомы накладываются и посчитает отдельно количество возможных мостиков, когда у нас разбит наш транскрипт на несколько транскриптов, количество прочтений, которые не накладываются на сборку, то есть которые не смогли тем или иным образом быть использованы и так далее. Ну и что еще может быть полезно, если у вас все-таки есть транскриптом или протеом близкого вида или вдруг даже этого же, можете использовать его для сравнения, насколько хорошо он отражается вашей сборкой. На выходе программы еще есть некий индекс AssemblyScore, ContextScore, который можно использовать для сравнения. И еще полезная функция этой программы, она может отфильтровать получившиеся ваши транскрипты на транскрипты, которые хорошо подтверждаются исходными данными и плохо. И можно оставить тогда только транскрипты с высоким качеством для дальнейшей работы. Ну вопрос, правда, здесь для обсуждения, это что брать в виде сырых прочтений, с которыми сравнивать. Если мы возьмем сырые прочтения прямо с секвенатора, вы помните, там у нас были не удалены адаптеры, там у нас не были удалены контоминации и все остальное. Естественно, при сравнении с такими сырыми прочтениями, ну качества хорошего мы с вами не получим, потому что у нас будут учитываться все эти адаптеры, контоминации и все, как те прочтения, которые не нашли отражения в получившемся транскриптоме. Если же мы с вами будем брать прочтение уже после фильтрации, то, конечно, мы улучшим здесь все показатели, но может оказаться так, что мы что-то при вот этом нашем удалении с вами убрали и нужное. То есть здесь решать, собственно говоря, исследователю, что брать. Я считаю, что нужно брать в качестве сырых прочтений для оценки программы TransRate именно прочтения после деконтаминации, после обработки, удаления адаптеров и так далее. Это наиболее показательно. Ну и каким образом мы эту программку будем запускать? Опять же, количество процессоров или ниток, которые хотите использовать. Ваш собранный транскриптон, транскрипт фаста. Сырые в кавычках прочтения, в данном случае, конечно, уже обработанные, правые и левые. Задавать их нужно отдельно, потому что она будет как раз искать между ними мостики. Директория, в которой будут результаты. И если вдруг у вас есть референсный транскриптон или протеон, можно задать его вот таким образом. Сразу же после запуска программы вы можете увидеть то, насколько хорошо ваши сырые прочтения подтверждают собранный вами транскриптон. На стандартный вывод, то есть в терминал у вас выйдет вот такое короткое сообщение. Здесь сколько из прочтений с очень хорошим качеством на ваш транскриптон наложилось. Сколько с качеством удовлетворительным. Сколько не нашло своего подтверждения. Сколько оказалось слишком коротких, слишком много букв неоприемных нуклеотидов. Сколько из них больше, чем на одно место в собранных транскриптах могло наложиться. Сколько подтверждаются парными прочтениями безошибочными. И в принципе эта информация уже неплохая для сравнения. Ну а на выходе вы получите файл AssembliesCVS, в котором будет много данных. Это файл разделенный запятой. И в принципе от него нам нужны не все данные, а только некоторое количество. Давайте посмотрим буквально несколько столбцов для нескольких программ для сборки. Первый столбец это название сборки. Здесь как видите у меня заданы как раз программы, которые мы собирали. Дальше средний процент транскриптов, которые имеют открытую рамку считывания. Понятно, что показатель немножечко такой искусственный. Но опять же здесь Trinity оказалось лучше. Состав GC, то есть то, что мы на первом занятии как раз смотрели. Да, 0,47 это примерно то, что для ржи должно быть. Здесь все нормально. Количество неопределенных нуклеотидов. Здесь только SPADS мог какое-то количество их дать. Но оно очень незначительное, так что ничего страшного. Сколько всего у нас фрагментов, сколько из них у нас совпадает с данными сборками. Посмотрите, для SPADS это очень даже неплохо. Качество фрагментов, которые совпали с сборкой. Опять же наиболее хорошее качество получается для SPADS. Количество возможных мостиков. Самое маленькое количество возможных мостиков. То есть когда у нас есть два транскрипта, в которых есть последовательности, которые подтверждаются прочтениями парноконцевыми, имеющие вот такую структуру. То есть в принципе, по идее, они должны были бы быть одним транскриптом, вероятно. Ну и здесь, вероятно, что-то произошло, были упущены прочтения, либо действительно в вашем материале просто нету их. Здесь их наименьшее количество у транслига. Количество фронтигов, которые не подтверждаются сырыми прочтениями. Ну, здесь у SPADS лучше всего. Ну и если у вас есть референсный протеом или транскриптом, то, собственно говоря, вы получите здесь еще показатели по сравнению с ним. Некая оценка качества интегрированной этой программы из всех колонок здесь. Видите, программка считает, что SPADS здесь, конечно, лучше. Ну и, как я уже говорил, на выходе эта программа может вам выдать два FASTA файла. Один из них, тут транскрипт с FASTA, это транскрипты с большой достоверностью, которые хорошо подтверждены сырыми прочтениями. В этот транскрипт FASTA это те, которые с низкой достоверностью либо вообще не подтверждены. И последний показатель, вот этот SCORE, это какое будет качество, если взять только вот эти хорошие, условно говоря, транскрипты. Опять же, что из этого использовать? Целиком вашу сборку, либо только те транскрипты, которые хорошо подтверждены своими прочтениями, это на ваше усмотрение. Тут зависит от ваших задач. Ну, в принципе, такая возможность у этой программы есть. Таким образом, мы с вами на этом семинаре рассмотрели программки для сборки, посмотрели, чем они различаются, ну и видели их сравнение на нашем материале. Мы поговорили о том, как можно очистить уже наши транскрипты от контаминации при необходимости при помощи программки SECCLEAN. Мы поговорили о том, как можно оценить достаточность этих прочтений для хорошей представленности нашего транскриптома. Достаточно, наверное, их нужно увеличивать. Мы поговорили с вами о программке BASCA, которая позволяет оценить, опять же, покрытие нашего транскриптома немножечко по-другому. За счет консервативных артологов этих генов. И мы с вами посмотрели, как можно поанализировать качество нашей сборки при помощи подтверждения его срывыми прочтениями. Ну, и это была программка TransRate. Для следующего семинара мы с вами рассмотрим начальные этапы уже подготовки к аннотации наших транскриптов. И первая программка будет TransDecoder, которая позволит нам перевести наши возможные транскрипты в наиболее возможные белок, кодирующие последовательности, которые мы сможем искать. Дальше мы с вами сможем поискать их в имеющихся базах данных для описания. И понятно, что в принципе у нас может оказаться так, что у нас есть несколько транскриптов, скажем, с альтернативным сплайсингом, с одного и того же самого гена, которые мы могли бы сгруппировать. И мы поговорим о программах, которые позволят нам такую группировку сделать, чтобы в дальнейшем уже работать с количеством на уровне генов. Ну и дальше мы можем с вами оценить количество каждого из транскриптов, сколько у нас всего сырых прочтений подтверждающих, то есть сколько в принципе таких транскриптов в нашем исходных данных могло бы быть для того, чтобы можно было оценивать их изменения для разных условий, которые мы с вами испытывали. На этом я с вами прощаюсь до нашего следующего семинара. Спасибо за внимание.